Всем привет! Сегодня будет небольшое видео реабилитация карандашей Калур. Был обзор на них. Кто не видел, обязательно посмотрите. Это должно быть довольно интересно. Я оставлю обязательно ссылочку в описании и прикреплю куда-нибудь это видео. И мы немножечко порисуем с вами анималистику. Это заказ у меня на вот такого прекрасного котика. И здесь, что интересно, все кроме ушек. Наверное, ушки я делала своим обычным набором карандашей. Разные, вроде Стабила, Кретоколор, Карандаш, Дервинт, Фаберкастл, Конте и другие. И потом всю правую часть я уже сделала с помощью карандашей Калур. Здесь и глаз. Для него яркие вот такие оттеночки. Зеленые, желтые и так далее я использовала. Коричневые также. В общем, мне было интересно посмотреть, получится ли с ними сделать анималистику. Потому что карандаши все-таки есть и хочется их как-то использовать. И можно сказать, что это у меня получилось, кроме белого. Белый прям такой плохой-плохой. Он царапает довольно сильно. Его я поэтому не смогла особо применить. Как и, наверное, светло-желтый. Сейчас его найду. Вот хороший светло-желтый, кстати. Я использовала Фабер. Вот такой. И, кстати, кстати, вот это тоже неплохо. От Калур для более теплого оттеночка шерсти. Прям было неплохо. Даже здесь вот такие моментики, где карандаши чуть-чуть царапают. Это было вполне себе терпимо. Потому что короткие штрихи ставить как бы нормально ими. Чёрные тоже неплохо. И тут у меня уже шерсть опять какая-то дополнительная. И чёрным карандашом я сделала зрачок. Я сделала сами глазки. Глазки мне там нужно будет по форме ещё чуть-чуть поправить. Я не полностью сделала мордочку. Но всё равно, да, она такой же завершённый выглядит. Не совсем симметричные глаза получились. Но там такие есть на референсе. Но буду чуть добавлять. Не суть, да. Что хотела сделать? Хотелось показать вам небольшой кусочек. Просто для интереса, как это будет работать. И как я это делала, да. И вы заметите работу где-то похожую на то, что у нас было на тесте. Калур. Но здесь другая задача. Получается, это отдельные штрихи. С чёрным карандашом я как такую базу делаю то, что на шее у меня плотненькое. Прикреплю всё-таки референс. Может быть, ну, это будет не сильно интересно. В плане того, что такого котика вы не будете рисовать. Но просто для наглядности, да, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Потому что внутри есть тёмные участки. Их я как раз покрывала вот таким вот чёрным калуром. Который с серебряной надписью, да, мы это обсуждали. Где-то они, видите, где-то чёрные надписи, где-то серебряные. Ну, окей. В общем, чёрный нормально работает. Да, есть моменты такие идут как бы процарапки. Но в плане штриховки именно вот пушистости вообще не критично. То есть взяли, там перевернули чуть-чуть, там другой стороной сделали. Нормально. Особенно вот так, если толстенько заточить, то довольно долго, спокойно и комфортно можно поработать. Поэтому небольшой кусочек вам покажу. И я как-то вот сначала так очень погрустила. Потому что, ну, прям, ну, не то, что погрустила, а, ну, тяжело. Неприятно, когда тяжело рисовать. Всё-таки мы стремимся к тому, чтобы у нас материалы были качественными, приятными. Да, и как бы наша цель получать удовольствие от рисования и от творчества. А не просто как-то терпеть, мучиться, да, какие-то испытания преодолевать, суперсложности. Потому что технологии идут далеко. И хочется иметь возможность пользоваться качественными материалами. Хорошей бумагой, хорошими календашами. Понятно, хочется и чтобы всё ещё было по супервыгодной цене. Но так оно бывает не всегда, да. Ну вот, тем не менее, да, это будет небольшая такая реабилитация. Как можно использовать, если они уже у вас есть. То в такой технике вполне это можно делать. И не обязательно рисовать коричных котов, я имею в виду. А что-то пушистое, что-то более такое объёмное, где не нужно гладкое заполнение формы, типа неба, либо озера. Вот там это будет плохо. Здесь это будет вполне себе нормально. Всё равно где-то есть, да, суховатые моменты. Но вот в данном случае это не смущает. Я иду также от тёмного к светлому, как обычно. Поэтому сначала чуть темнее я делаю полосочку. И вот такое затемнение по бокам на шею. Чтобы потом чуть-чуть добавить уже больше коричневого оттенка на чёрный. Ну и у меня получился коричневый. Таким методом я работаю как бы всегда. Так получается шерсть самая пушистая, объёмная. По коричневым тем же колорам. Сиена 46-я. Видите, я прям уже привыкла даже к ней, можно сказать. Нормально она работает на чёрном. Получается цвет такой, как мне нужно. С таким тёплым коричневым свечением. И вот то, что наверху вы видите, да, вот это светящееся, пушистое. Прям вот смотрю здесь кошачий волос. На мордочке, да, вот эта пушистость такая, нежность беленькая. Это всё, конечно, уже другие карандаши. Точнее другой карандаш подойдёт любой. Любой будет более мягкий, чем белый колор. Прям вот даже не знаю, сонет, наверное, тоже. Вот это у меня был уже сточившийся такой крэта-колор. И он неплох. Крэта-колор, точно я говорю? Ну, да, 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 всё верно. Вот. И он работает, мне нравится, как он работает. Если говорить про самые яркие белые карандаши, а такое видео тоже было, я уже записывала. Там довольно много белых карандашиков. Можно посмотреть обзор, чтобы выбирать вам среди них. Сейчас уже стало более трудно, доступно найти на рынке карандаш, который от Generals. Здесь даже, ну, ничего не видно. Уже, да, видно, что 558 номер. И он у меня такой подсточился. Вот. Он прям такой масляный, яркий. И его аналоги тоже уже сейчас вам покажу. Они просто... Закончившийся. Это карандаш бренда. Карандаш в большом виде они выглядят вот таким образом. Вот. Беленький тоже очень классный. И посмотрю, я бы их, наверное, докупила. Белый угольный карандаш бренда Cachinor. Он довольно яркий такой, масляный, как будто бы даже жирненький. Есть на Озоне. Там набор из трех карандашей продается. Он в белой такой облаточке. Вот такой. И он тоже неплохая альтернатива всему яркому и белому. Потому что бывает, что нужно поярче, да. Нужно, наоборот, иногда более какой-то мягкий такой блендер, карандаш, который будет перемешивать. Всегда у нас разные случаи могут быть. И для разных целей разные карандаши. Это получается восьмой номер. Тоже калур. Он, да, где-то царапает, да, где-то там жестковат. Но он неплохо рисует волоски. Видите, за относительно короткое время я нашла им применение. Ну, потому что интересно было, вот как они себя будут вести. И получается довольно такая вот реалистичная прорисовка шерсти. Потому что пигмент-то, в принципе, есть в этих карандашах. Но есть и какая-то вот эта царапающая жесткость. Но если рисовать волоски, то получается довольно удобно. И вот таким образом я прямо рисовала его, рисовала. Прямо было интересно, как это все можно сделать с такими карандашами. Видите, вроде бы такая вот четкая прорисовка линий получается. Из-за этой жесткости, несмотря на то, что карандаш у меня остро не заточен. А вы, я думаю, знаете, если они прям такие более мягенькие, жирненькие карандаши. Ну, либо просто вот такие прям нежные, как меловые, например. То их нужно хорошо заточить, чтобы получить четкую линию. В нашем случае здесь можно обойтись без этого. Получается очень интересно. И сейчас это уже идет такой третий слой. Третий слой шерсти. Будут еще, конечно, слои, потому что у меня и бумага до сих пор зеленая просвечивает. Почему такая, да, бумага? Вроде бы код коричневый, фон бежевый. Ну, во-первых, потому что я купила 5 листов. 50 на 70. Ну, считаю, довольно нейтральный оттенок. Обычно я беру либо серый. Вот последний раз взяла, крайний раз, да. Я взяла вот такой вот серо-зеленый. Ну, светло-зеленый он у них называется. Но он такой приглушенный. И неплохо рисовать вообще относительно яркую с рожаной шерсть, с зеленой либо серой подложкой. Потому что цвет бумаги капельку может нейтрализовать какую-то очень уж выраженную яркость оттенков. Если там мы будем добавлять более насыщенные оранжевые карандаши и так далее. В общем, меня это не смущает. Ну, и потому что пастельмат хорошо перекрывается. Тут какой вы цвет не возьмете. Конечно, я бы не хотела делать на антраците светлый фон все-таки. Потому что там нужно очень аккуратненько работать, чтобы он получился гладкий и ровный. Что-то такое средне-нейтральное, вот как сейчас, будет работать неплохо. Очень интересно, кстати, вот кто думает о пастельмате приобретать или нет. Раньше, я помню, когда я только начинала, когда его искала, вообще было очень сложно его найти, чтобы купить. Его не было на маркетплейсах крупных, как сейчас. Сейчас так все кажется просто. Вот раньше его не было. Я всегда обычно брала серый оттенок. И как-то какая-то склеечка у меня была. Ну, не склеечка, альбом. И на белом цвете я рисовала тоже очень здорово. Прямо такое необычное ощущение. Потому что все-таки мы подстраиваемся по тот цвет бумаги, который есть. Например, я понимаю, что мне нужно где-то чуть больше красноватого добавить, чтобы там перекрыть зеленый. Вот этот и так далее. А на белом прям такие чистые яркие оттенки получаются. Очень непривычно. Все-таки мы привыкаем, что пастельная бумага у нас какого-то оттенка. Но на белом пастельмате приятно рисовать. Вроде бы такие классические ощущения. Потому что бумага белая. Но за счет этой бархатной фактуры очень здорово получается. Ну что, что тут у нас уже получилось? Работа долгая, медитативная, сами понимаете. Но я думаю, сейчас его чуть-чуть с вами порисую. И потом доделаю уже окончательно. Там мордочку проверю. Сын сделаю. Может быть еще там на пару часиков вот это все доделать. Такой портретик. По формату он не очень большой. Но за счет того, что у нас только мордочка и шея, есть возможность довольно хорошо все показать. 20 на 25. Вот такой формат. Смотрю, что нам еще по оттенкам. Я бы добавила. И я его тоже добавляла. Вчера, когда вела работу над этим котиком. Это у нас была желтая охра. И какой-то тоже мне пригодился коричневый. Из колура. Потому что, знаете, вроде бы такой негативный появился. Получился. То есть отзыв вот этот первый. И потом я думаю, ну надо же как-то его что-то с ним делать. И просто вот можно подстраивать под такие цели. Но если, да, как говорить про набор вот этих 50 карандашей колур, то как в виде базового первого набора нет. Будет, да, может быть вам неприятно, чтобы подумать, что это вообще такое. Как это можно этим всем рисовать. Особенно на бумаге. На какой-то классической пастельной. Это прям вот испытание все-таки будет. Самый идеальный такой, знаете, чудесный вариант. Если бы мир был идеальным, то, на мой взгляд, да, это пастель мат, например. Потому что мне все-таки нравится, когда есть детализация. Когда все так ровненько, чистенько. Ничего не пылит. Все держится. И прочее. Потом, если из мелков и не сильно как-то супер шиковать, средненько так шиковать, то взять набор Рембрандта, например. У меня где-то здесь рядом были мелки от Рембрандта. Это вообще набор Дейли Роуни. Просто они одинаковые по размеру. Вот, Рембрандт, например. И вот Дейли Роуни, я не знаю, кстати, сейчас, что по их заказу. Возможно ли это сделать. Но, мне кажется, они аналогичные по качеству. Поэтому Рембрандта взять какой-нибудь базовый набор. Они не жесткие, не мягкие. Ну, плюс на пастель мате они хорошо, что не очень мягкие, а потверже. Мягкие пастели все-таки для таких живописных техник и на какой-то, там, не знаю, на кэнсене, на пастельной бумаге. На мой вкус. И набор карандашей. Я бы просто тоже, да, так вот думаю, если у меня нет никаких карандашей, да, что можно было бы взять. Так, я хотела добавить сюда пабр. Думаю, тогда не буду, а то не будет опять чистого эксперимента у нас. Я вот думаю про брунзил, если про первый базовый набор. Они прям такие супер мягкие, приятные, конечно, но нет, но можно в принципе. Я думаю, что это был бы вот прям для всего хороший вариант. Мне очень приятно рисовать. Для меня они в некоторых случаях слишком такие мягковатые, очень прям нежные. Иногда хочется почетче делать линию. Но это, наверное, касается только анималистики, потому что иногда, ну, удобнее, когда прорисовка у вас сразу получается. Это, ну, более приятно. Поэтому, да, может быть, брунзил я бы взяла как такой базовый набор, прям самый первый. Хотя сейчас тоже они дороже стоят, понятное дело. Но их можно, насколько я знаю, покупать в розницу. Я видела вроде в красном карандаше их. Не знаю, сколько они там сейчас стоят. Поэтому вот так. Или, что еще? Ну, с табелом можно взять какой-то набор базовый. Это было бы неплохо. Они все приятного качества, тоже мягенькие. Либо взять два набора. Взять какой-нибудь мягкий брюнзил и Faber-Castell, например. Потому что они более четкие, более такие жесткие для каких-то прорисовок. Такая прям классика. Очень не популярен Derwent. Ну, потому что он подешевле все-таки. Поэтому... Но иногда они такие, знаете, у них разбеленные оттенки. Они все-таки не очень яркие. Не концентрированные, скажем так, некоторые цвета. Все равно вот для меня Derwent, он более ученический такой, что ли. Но есть и нормальные там какие-то цвета, оттенки, карандаши. Хорошие, в принципе, карандаши. Просто если бы у меня был выбор, то сейчас я думаю, там, может быть, мне нужно что-то докупать. Хотя 50 карандашей плюс 50 еще калура. Ну, белый еще, конечно, мне надо будет подокупать. И потом уже, честно говоря, акрил надо пополнять. Я обещала, что и будет какая-то распаковка с акрилом. Но это если я его куплю. Ой. Вот. Так, насчет белого. Да, белый вот этот, опять же, Creta Color, про который я говорила. Видите, как он прям ярко так ложится. Вроде бы и аккуратненько, и четко в то же время. Получается вот такая пушистая шерсть. И нет, конечно, темного коричневого в наборе калур, что плохо. Какой-нибудь не помешал бы. Они вроде бы хотели, но оно как-то, видите, не получилось. Поэтому на самые плотные участки я супер легко черным еще там где-то добавляла еще один слой. Не самый удобный момент, потому что нужно прям очень контролировать степень нажатия. Если волоски нужны совсем небольшие, а получается у нас иногда очень такой яркий слой. Бока всегда нужно чуть-чуть где-то затемнять. И вот вся работа, по сути, все, что связано с шерстью, оно таким образом устроится. Сначала от темного, чуть посветлее, посветлее, потом уже какие-то верхние волоски. Потом идет как такой второй этап проверки и доработки. Где не хватает больше светлого, где какого-то яркого и так далее. Поэтому в два таких круга у меня обычно идет. Больше не бывает. То есть иногда вот на первом этапе все сложилось. Бывает сильно там, например, я как-то высветляю, либо там детали где-то недостаточно. И доделываем. Видите, даже он, несмотря на свою сухость, он чуть-чуть всю эту историю сглаживает. Потому что слой уже такой достаточный. Пигменты наверху набрался. Ну да, как бы он где-то подцарапывает, есть такой. Но на пастермате, повторюсь, в очередной раз это все терпимо. Довольно. Но белый не подходит, к сожалению. Прям такой плохой он. Плохой все-таки. А черный нормальный. Так что за черный можно не переживать супер сильно в калуре. Сейчас давайте несколько еще каких-то основных я волосков доделаю с белым. Посмотрим на общий результат. Ну, белый, конечно, он все вытягивает. Это понятное дело. Но какие-то основные формы нам все равно с вами калур сделал. Поэтому сразу выкидывать их не стоит. Оставляйте. Добавляйте просто на какие-то нужные моменты. Все равно пастельные карандаши такая вещь, которая очень долго хранится. И супер инвестиции, конечно, это не назовешь. Но тем не менее. Они у вас лежат. Пастель хранится и сухая долго, и карандаши. И вы потихонечку ими рисуете. То же самое можно отнести и к цветным карандашам. Все это очень удобно и хорошо. Ну что. Здесь мне где-то парочку еще светлых осталось. Сейчас добавлю. Нормально мне прям он полюбился. Вполне неплохой оттеночек восьмой. Флэш тинт, который под цвет кожи, может быть, его хотели сделать. Но получилось, что он подходит для осветления в тени у коричневых кошек. Тоже, согласитесь, это не так плохо. И где-то убирает желтизну. Иногда вот такая желтизна на шерсти образовывается. Он немножечко смягчает. Более такой нейтральный вид придает. И плюс вот даже чуть-чуть заглаживает. Смягчает поверхность. Ну что. Будем тогда, наверное, заканчивать это небольшое видео. Еще хотелось просто показать вам именно такой вот реальный момент в процессе. Как это происходит теперь с этими карандашами. Но это не значит, что я буду ими рисовать постоянно. Просто хотелось показать, что может быть и применение любых карандашей. В зависимости от того, для чего вы их используете. Ну что, давайте прощаться. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, это было интересно. Оставьте, пожалуйста, лайк или комментарий. Поделитесь этим видео с друзьями, либо в социальных сетях. Ну, а мы увидимся с вами уже в следующих видео. Пока-пока.